Это актуальное интервью. Сегодня мы поговорим о качестве жизни в населенных пунктах округа, в частности, об обеспечении сельских поселений товарами первой необходимости. У нас в гостях председатель Совета Окрпотребсоюза Наталья Александровна Кордакова. Наталья Александровна, здравствуйте. Скажите, сколько сельских поселений сейчас покрыто сетью Окрпотребсоюза? Ну, во-первых, я благодарю, что вы меня сегодня пригласили на эту встречу. Следует отметить, что потребительская кооперация вносит значительный вклад в устойчивое обеспечение сельских поселений. В чем непосредственно это заключается? Во-первых, потребительская кооперация обеспечивает 80% подовольственной безопасности сельских поселений. На сегодняшний день мы функционируем в 34 поселениях, в 20 из которых проживает менее 300 человек. И в том числе, значит, в 5 проживает менее 50 человек, в 4 проживает менее 100 человек, и в 11 проживает менее 300 человек. Второе. Потребкооперация уже на этом рынке в округе 98 лет, и в нее входит на сегодняшний день 4975 человек. Если рассматривать прошлый год, то третье, это мы в 2014 году предоставили работу, обеспечивали работой 433 сотрудника. Кроме этого, еще на постоянной сезонной работе у нас работало 64 человека. Это те люди, которые получают полностью весь соцпакет с учетом для лиц, работающих в условиях, с учетом трудового законодательства для лиц, работающих в условиях Крайнего Севера. Кроме того, следует отметить, что потребительская кооперация является законопослушной организацией и оплачивает налоги в полном объеме и своевременно. И в прошлом году мы заплатили практически 12% от общего объема товарооборота, и это составило практически 86 миллионов рублей. Ну, так как мы работаем в сельских поселениях, конечно же, очень много собственных средств вкладывается в социальную миссию на селе. В прошлом году эта сумма составила 146 миллионов. Что туда входит? Это то, что мы отпускаем до сих пор в долг населению товары народного потребления. Это то, что мы обеспечиваем мелкие труднодоступные населенные пункты, которые я уже перечисляла, где-то в 20 проживает менее 300 человек. И также и доставка туда. Кроме этого, значит, нам зачастую обращаются за помощью люди, которые проживают на селе, мы оказываем им и материальную помощь. То есть вот этот весь вклад, который, значит, осуществляет потребительская кооперация на селе. В прошлом году приоритетно, ну, в общем-то, мы берем всегда как пятилетние планы, да, это у нас принято уже так. Работаем как бы вот в старом формате, но хотя это я считаю, что совершенно верно. Надо всегда ставить планы, которые должны осуществить для того, чтобы было какое-то развитие организации. С 2010 года у нас приоритетными направлениями является это укрепление материально-технической базы, это внедрение новых методов обслуживания населения, это внедрение инновационных проектов, ну и, конечно же, обучение персонала. Если брать в совокупном объеме деятельности, то 80% это составляет розничный товарооборот, 9% это оборот общественного питания, потому что у нас существуют и точки общественного питания, 5% это производство топохлеб и 5% это заготовительная деятельность. Для этих целей на селе функционирует 46 торговых предприятий, 24 зданий хлебопечения, 9 точек общественного питания. Что же мы делаем? Для того, чтобы на самом деле укрепить материально-техническую базу, с 2010 года по 2014 год было приобретено одно здание, но, конечно, это было вместе сделано с администрацией Ленинского автономного округа, так как именно администрация и собрание депутатов понимают значимость потребкооперации непосредственно в жизнеобеспечении сельских поселений. У нас было приобретено одно здание хлебопечения, это в Индике, которое сгорело в 2013 году, 2 января. А затем мы приобрели 17 зданий магазинов, потому что сегодня все-таки населенные пункты у нас развиваются. Раньше магазины стояли в одном, то есть они в центре были, сейчас идет интенсивное строительство и должна быть шаговая доступность для населения непосредственно по обеспечению продуктами питания и товарами. То есть по несколько точек. Да, да, да. А вот далее, значит, мы приобрели 34 единицы техники. Почему? Потому что мы обслуживаем не только основные усадьбы, но и близлежащие, мелконаселенные, например, это взять в Оме, да. Ома это еще Вижас и Снопа, до которых надо доехать, да. В Пёше это, получается, Верхняя Пёша, Нижняя Пёша, Белужье, Воланга. То есть видите, сколько населенных пунктов. В Каратайке мы еще обслуживаем вот основную Каратайку, но у нас еще есть остров Вайгач. Поэтому, конечно, необходимо транспортное средство. По Нижнепечорью. Нижнепечорское потребительское общество у нас обслуживает вообще 13 населенных пунктов по реке Печори. И поэтому для того, чтобы доставить туда, необходима, конечно же, техника. Вот таким образом мы укрепляем материально-техническую базу. То, что касается прогрессивных форм торговли, да. Я считаю, что и мои коллеги считают, что у нас население, сельское население, ни в коем случае не хуже должно обслуживаться, чем в городе, да. И тем более у нас же все-таки многие выезжают в другие города, в другие регионы, смотрят, каким образом происходит обеспечение. Поэтому, если первоначально мы только, значит, делали капитальные ремонты, да, несколько переоборудовали наши магазины, то сегодня мы уже работаем несколько в другом направлении. Мы сегодня приобретаем и устанавливаем автоматизацию в наших населенных пунктах. То есть это что такое? Это как в городе приходишь, там штрих-код подносишь и сразу считывает, да, и выдает чек. То же самое у нас сейчас сделано в населенных пунктах. Мы в прошлом году приобрели, это у нас есть проект Центра Союза, в соответствии, в рамках этого проекта мы приобрели оборудование для ОМИ, НИСИ, Харуты, Харивера, Нижнепечорского и Карского потребительских обществ. У нас сегодня уже установлена автоматизация в ОМИ, в НИСИ. Установили в этом году в Харивере, в Каре и установили в Харуте. Конечно, это проходит не безболезненно, учитывая то, что все-таки мы все живем в одном, как бы вот в одном кулаке, да, в одной цепочке. Почему? Потому что автоматизация предполагает, что должно быть качественное электроснабжение и качественная связь. А вот так, как бывают сбои, иногда, конечно, приходится тут каким-то образом и подстраиваться под это все, но тем не менее мы это делаем. Затем, значит, сейчас много говорится на правительственном уровне, на региональном уровне о том, что необходимо вводить зарплатные проекты. И это абсолютно правильно. Почему? Потому что очень много денежных средств переправляются в сельские населенные пункты обратно. Ну, это и неправильно фактически. Поэтому мы, значит, у нас есть проект с нашим Сбербанком. Мы приобретаем терминалы. И у нас уже приобретены и работают терминалы в Нисси, в Оме, в Пёше у нас 4 терминала, в Харивере, в Каратайке, в Каре. И вот сейчас будем устанавливать в Харуте. Кроме этого, по Нижней Печории у нас они уже установлены в Оксино, в Красном и Великовисочном. Понимая, что дальше все равно, мы же понимаем, что все равно каким-то образом происходит развитие. Вот многие оппоненты говорят, что Россия стоит на одном уровне. Это неправильно. Мы видим даже на нашем региональном уровне, что тут все-таки вот этот прогресс идет. В наших сельских населениях, в сельских поселениях появились вот такие уже методы работы, как, значит, вот эти терминалы. То есть необходимо переходить на безналичный расчет. Вот. И поэтому мы сейчас продолжаем устанавливать эти терминалы. Будут у нас установлены до лета еще в Антике, еще в нескольких населенных пунктах. Но все зависит от того, сколько достаточно ли будет у Сбербанка их. А пользуются спросом безначный расчет? Конечно. Конечно, пользуются спросом. Вот в Индиге, я забыла, еще мы установили, да. Но так как там все время идут скачки по электроснабжению, да, вот и по обеспечению связи, то постоянно он зависает. Иногда приходится людям ждать, конечно, подолгу, но тем не менее вот хороший оборот получается уже непосредственно вот от этой работы, да. И это абсолютно правильно. Людям самим интересно, что же такое эта карточка, да. Вот. Мы же сами в городе во многое часто ходим и забываем, есть у нас деньги или нет, у нас есть вот эта карточка, с которой приходишь, рассчитываешься, и это очень удобно для покупателя. Вот. Поэтому вот далее, для того, чтобы, конечно, это все внедрить, необходимо людей обучать. Обучать. Мы, значит, обучаем не только вот уровень продавцов, пекарей, но начали мы с обучения руководителей, да. Руководители должны понимать, в каком направлении и куда мы двигаемся. Конечно, это должно быть в одной цепочке. И с учетом всех программ, которые у нас есть в округе, то есть необходимо учитывать, какая динамика развития у нас будет в населенных пунктах. Соответственно, и мы должны также развиваться. Но, тем не менее, значит, мы прошли обучение с руководителями в 2013 году, в декабре, и в начале 2014 года мы попросили снова, чтобы нас обучили. Почему? Потому что не хватает, все-таки мы уже вроде бы с большим стажем работы, не хватает вот этой непосредственно управленческой работы, да. Вот не хватает командной работы, хотя я считаю, что у нас вот благодаря командной работе многие вещи нам удается сделать. Затем, значит, вот когда мы прошли обучение, затем мы стали обучать наших продавцов. Благодаря, конечно, вот была такая программа в Заполярном районе, и в июне мы обучили наших продавцов, мы обучили и технологии продаж. А где проходит обучение? Обучение в Наринмаре, приезжают сюда, да. Значит, мы обучили их технологии продаж, мы обучили обязательно, всегда работаем тесно с Роспотребнадзором. Почему? Потому что проверки нас без конца. Вот можно сказать, что, наверное, мы несколько в неравных условиях находимся, но это нас подстегивает. Да, вот не хочу никого обидеть, но когда приезжают сельские населенные пункты, предприниматели зачастую их не проверяют, проверяют только нас, да, потому что, значит, мы зарегистрированы, все вывешивается на сайты прокуратуры. Вот, и взять, например, Омское потребительское общество, в этом году за 4 месяца было 5 проверок, как вот тут выжить. Но, тем не менее, это нас подстегивает. Это вот, конечно, несколько отрывает, да, и следует отметить, что недостаточно у нас кадров. У нас кадровый потенциал сегодня имеется только в ОМИ. В остальных населенных пунктах у нас не хватает продавцов, у нас не хватает пекарей, у нас не хватает даже бухгалтеров. Вот, поэтому, значит, то, что касается обучения продавцов. Далее, значит, в декабре мы обучили также наших пекарей. Почему? Потому что для того, чтобы меньше завозить всякой продукции, да, вот эти печенья, различные, значит, мармелад, еще какие-то, значит, какая-то продукция может быть изготовлена непосредственно на месте. Поэтому у нас постоянно, ну, у нас все-таки систематизированная, структурированная система, да, у нас вот есть потребительские общества входят в наш союз, мы входим в облсоюз и в дальнейшем в Центросоюз. Мы приглашаем технолога с Центросоюза, и она уже была вот за полгода два раза в Наринмаре. Значит, и вот когда она приезжала, мы смотрели на месте, обучали, но все-таки, наверное, надо учитывать условия, в которых у нас работают. Да, материально-техническая база у нас сегодня хорошая, я считаю. А вот во многих населенных пунктах есть, в некоторых населенных пунктах, где несколько необходимо, конечно, сделать ремонт и капитальный ремонт, но тем не менее в основном, в основной массе. У нас, значит, вот благодаря программе, которая была в округе, мы много сделали совместно, поэтому нам нужно необходимо придумывать какие-то новые технологии, да, обучение не только хлеб, да. Мы ведь в основном сегодня выпекаем хлеб вот обыкновенный, да, как говорят, ржаной и белый, и батонный. А очень много различных сегодня, значит, хлебов и с отрубями, и с добавками с какими-то, вот, поэтому, значит, приезжают, обучают нас, и мы часто собираемся с нашими руководителями непосредственно здесь, в постоянном контакте, и не по одному разу в течение дня. Вот, мы приняли решение, что да, скоро великий праздник, и нам нужно как-то внести свой вклад воспитательный, да, в патриотическое воспитание, чтобы было нашего населения, потому что нашего поколения, младшего поколения, чтобы они знали, что это хлеб, что такое цена хлеба. Зачастую вот это уже забывается, да, дети вот сегодня приходят, вот в школе даже говорят, да, вот мы провели урок мужества в пятницу в Красном, директор сказал, говорит, ребята, идите все сегодня скушайте, потому что на самом деле несколько ценностей уменьшились. А вот поэтому, значит, мы приняли решение с руководителями сделать такую акцию потребительской кооперации, и назвали мы его блокадный хлеб 41-го, пригласили сюда технолога, она показала, ну сначала, конечно, она это все изучила, посмотрела, какая рецептура была, и показала здесь, какой хлеб был. Значит, блокада Ленинграда у нас началась в сентябре 41-го и продолжалась до января 44-го года. Так вот, вот этот хлеб, который есть, да, это хлеб, который изготавливался вначале. В дальнейшем там где-то я уже читала, что где-то 75% потом было ржаной муки, а затем все было меньше и меньше, и там уже была пищевая целлюлоза, другие там отруби входили, то есть качество-то хлеба, да, вот было вот эти 125 грамм, которые давало всего населению, потому что в блокадном Ленинграде сначала давали и крупы, и все, но под конец блокады был только этот хлеб. Вот эти 125 грамм, которые просвечивали насквозь, и люди еще, кроме того, что просто должны были выжить, да, они должны были трудиться. Поэтому, значит, для того, чтобы вспомнили, да, вот для того, чтобы вспомнили, у нас еще сегодня есть дети войны, у нас еще есть ветераны Великой Отечественной, у нас есть труженики тыла, они это помнят, но чтобы и те дети, которые сегодня вот у нас обучаются, да, ведь идет переписывание истории, значит, фальтификация всех фактов, которые на самом деле были, и нашего русского воина, да, освободителя хотят превратить в оккупанта. Так не должно быть. Мы должны показать нашим детям, что благодаря вот мужеству, сплоченности, благодаря тому, что вот, я не знаю, каким силам, наверное, Бог помог. Выжили мы, выстояли. Вот, и поэтому мы проводим такую акцию. Когда она будет 9 мая? Да, 9 мая в населенных, это будет в городе Наринмаре, во всех населенных пунктах мы сделать не сможем, потому что там некоторая технология, да, вот, и необходимы рецепты, необходимы компоненты, которые не везде доставишь. Вот, эта акция у нас будет проводиться, кроме этого, в Нисси, в Оме, в Пёше, в Харивере, в Харуте, в Каре, в Каратайке, ну, в городе, я сказала, и в Красном. А в чём заключается, расскажите. Ну, вот, значит, мы, мы приняли решение о том, что мы производим этот хлеб, да, и дальше вместе, значит, с работниками культуры, вместе с директорами школ, значит, то есть вместе с, со всеми руководителями муниципальных образований принимаем решение, каким образом мы будем это делать. Но, конечно же, это не должно быть, вот каша, это традиционно дают, да, конечно же, нет, это не должно быть с кашей хлеб. Этот хлеб нужно прочувствовать. Он был несколько солёным. Почему? Потому что вот больше нечего было есть. И для того, чтобы заполнить желудок, вот эта соль позволяла больше пить воды и была насыщена с желудком. Поэтому вот одна из этих акций мы будем делать вместе, ну, со всеми. Это общая акция. Это общее патриотическое воспитание поколения. Дальше, ну, так как всё-таки в сельских населённых пунктах в основном, я сказала, да, мы обслуживаем, есть, конечно, предприниматели, но, тем не менее, доля рынка основная наша. Мы приняли с коллегами, что мы проведём ещё одну акцию. Мы проведём ещё одну акцию из 7, 8 и 9 мая. Мы для ветеранов войны, правда, в населённых пунктах их уже только остались в Красном и в Пёше. Для тружеников тыла. Ну, такая категория у нас в населённых пунктах имеется. И для детей войны мы делаем скидку 10%. То есть в течение вот этих дней, с 7, 8 и 9, они могут подойти в магазин. У нас эти афиши развешаны во всех населённых пунктах. Они могут подойти и получить скидку. На продукты? Там на товары народного потребления у нас идут. А это какие товары сюда входят? Это все. И продовольственная группа, и непродовольственная группа. А вот что это за медаль? Это медаль. Я вам сказала, что у нас сегодня всё-таки несколько категорий ещё и осталось. У нас уже немного осталось ветеранов войны и тружеников тыла. Но есть ещё такая категория, как дети войны. И мы со своими коллегами тоже приняли решение провести вот такую акцию. Но так как я являюсь депутатом одномандатного округа Восточного, в который входят это Харивер, Харутак, Кара, Каратайка, Варнек, Амдерма, Красная и Коя. В этих населённых пунктах проживают 158 детей войны. И мы приняли решение вручить им вот такие медали. Эта медаль называется «Дети войны». Она общественная. И она носит тоже патриотическое воспитание. И вручаем мы это. Вот мы в Красном сейчас вручили при детях. Но, правда, всего на Приморско-Куйском проживают детей войны 55 человек. По разным причинам пришло немного, но мы им вручили. И мы вручили тем людям, которые у них работают в школе, чтобы дети видели, что да, у них в школе работают преподаватели, там, сотрудники школы, которые являются детьми войны. И которые вот сегодня они есть, и мы должны спросить, что же было, как же они выжили, да? И, наверное, мы должны понять, а сможем мы это сделать или нет? Не дай Боже, конечно. Наталья Александровна, а какую поддержку потребкооперации оказывает округ в качестве субсидий? Да. Я уже сказала, что, значит, мы работаем в сложных условиях Крайнего Севера, в арктических условиях Крайнего Севера, да? У нас очень сложная транспортная логистика, у нас отдалённость населённых пунктов, поэтому просто одной потребкооперации не вытащить. И поэтому у нас очень тесная работа идёт с администрацией и собранием депутатов. На сегодняшний день им предоставляются субсидии по производству хлеба. И я уже не раз говорила о том, что у нас это единственный регион, наверное, единственный регион в России, в которой в течение четырёх лет не поднимается цена на хлеб. Она составляет 32 рубля на основные сорта хлеба. Но я ещё хочу сказать, что это предоставляется не только потребкооперации. Благодаря работе потребкооперации собрания депутатов и администрации вот это предоставляется для всех жителей округа. И предоставляется всем производителям хлеба. Далее, значит, также у нас предоставляется субсидия по возмещению затрат по доставке, части затрат по доставке в сельские населённые пункты. Причём, значит, я хочу отметить, что в прошлом году эта цифра по округу составила где-то 66 миллионов. Из них половина это была для потребкооперации, а остальная часть была получена остальными предпринимателями, которые работают на селе. Причём, ещё раз хочу повторить, да, всё-таки, что мы обслуживаем практически 80% населения и получили вот такую сумму. Но есть договорённость администрации о том, что на самом деле сельские поселения должны развиваться. Это правильная задача, которую необходимо решать вместе нам всем. И если не будет этой сплочённой работы, не будет командной работы, да, то на самом деле выжить в условиях Крайнего Севера практически невозможно. Вот вы представьте, не будет сегодня, например, в каком-то поселении, да, света. Не будет связи даже у нас, если не будет. То сегодня вот мобильная связь вроде бы вот пять лет назад, да, это было вот... Хорошо бы было ещё в городе, мы думали, да. А сегодня практически во всех населённых пунктах. И если нет этой связи, значит, уже идут жалобы. Вот. Поэтому, конечно, оставить население без продовольствия, это неправильно. И мы и в дальнейшем работаем сейчас над тем, как мы дальше будем производить вот эту доставку. Потому что на самом деле, вот в новых экономических условиях, да, заниматься социальным бизнесом очень тяжело. А работать в населённых пунктах, которые проживают вот столько человек, это социальный бизнес. Но я хочу сказать, что мы же ещё, кроме этого, должны, как я сказала, оплачивать налоги, да, своевременно в полном объёме. Мы должны оплачивать заработную плату. Причём, значит, трудноинспекция, так это очень... И прокуратура у нас окон отзирательно очень смотрит и следит за тем, чтобы вовремя это всё было сделано. На вот. А средняя заработная плата у нас в целом по системе за 2014 год составила 33 тысячи. Поэтому, если мы рассматриваем, что в округе это средняя заработная плата 65 тысяч, да, то вот выжить-то нам в таких условиях невозможно. Поэтому, конечно, здесь необходимо снова садиться за стол переговоров, разговаривать, думать. И вообще необходимо знать, какая же динамика развития, я вначале сказала, да, должна быть динамика развития наших поселений. А в планах на ближайшую перспективу? Какие задачи перед собой ставите? Вот смотрите, значит, на сегодняшний день, например, взять, если идти по востоку, да, на сегодняшний день у нас, мы будем здание кафе открывать. Вот мы привезли его в населённый пункт, сейчас будем устанавливать. Затем, значит, привезено модульное здание магазина. Это ещё, то есть, это дополнительные, ещё раз повторяю, рабочие места, да, мы будем их устанавливать и делать. В Харивере у нас сейчас интенсивное строительство здания, нам пришлось снести старое здание. Почему? Потому что, ну, там очень гуляющая почва, оно практически уже разламывалось, поэтому мы сейчас ставим новое здание магазина, и оно будет в два этажа, поэтому это и качество обслуживания, это на самом деле и количество продавцов увеличения, то есть опять рабочие дополнительные места. Вот, то есть вот в каждом населённом пункте, в Пёше тоже самое у нас будет, сейчас мы устанавливаем. В этом году, значит, мы открыли очень много в ОМИ, сделали много, в 2014 году мы сделали очень много в ОМИ, поэтому, значит, ну, исходя из тех, значит, посылов, которые будут, да, и посмотрите, сегодня на самом деле в блокаде находится наша страна, да, и вот очень грандиозные планы строить опасно. Надо, значит, вот, наверное, подумать, как дальше развиваться, но не делать очень больших шагов. Вот за четыре года мы сделали много, да, сейчас мы несколько вот посмотрим, что же надо, необходимо нам дальше сделать. Вот, ну вот, вот эта работа сейчас пока ведётся, и на данном этапе она постепенно всё время проходит. Наталья Александровна, спасибо за интересную беседу, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. А поздравить-то можно? Да, конечно, можете поздравить. Вот, я хочу отметить, что у нас приближается, и говорила об этом, замечательная дата, значимая дата для нашего, для нашей России, 9 мая. Уже прошло 70 лет, 70 лет, когда наш советский народ победил фашистскую Германию. И низкий поклон всем ветеранам, труженикам тыла, детям войны. И пусть всегда будет чистое у нас небо на всей земле. В настоящее время идёт информационная война, объявленная Россией. И я думаю, что необходима консолидация всех сил для того, чтобы победить этого невидимого врага, для того, чтобы наша Россия была ещё более сильной, могучей и, конечно же, непобедимой. Спасибо. Я напомню, сегодня мы говорили о качестве жизни в населённых пунктах округа. Это было актуальное интервью.